Бординки, астинка, астинка. О, ничего себе! Я тоже грузин. А вон ничего не знает. Знаю, ты иди сиди, грузин. Я ходь по грузински не могу разбирать. Иди сядь, грузин. Ну, с тобой. А ты бы меня научилась. Ага, с тобой с тобой не было. О, лево, мы еще не будем играть в прятки. Нет, кто тебе сказал? Я сказала. В детском саду тоже дети разных национальностей вместе играют. Ходят в садик. И в школе тоже никаких конфликтов на национальной почве, я думаю, не возникать. Гора уже в Ингушетии. А, ага. Это столовая гора называется. Мы слышали, что убивают, режут, стреляют. Семьи собрали, уехали. Вот, в Джирайский район. Вот сюда уехали. И все. У нас здесь такового конфликта не было. Мы свои семьи взяли, уехали. В Ингушетию. Ну, как уехали? Тогда не было ничего, ни дороги, ничего не было. Вон, горными тропами. У меня ребенок был маленький. Всего шесть или семь месяцев ислама было. Вот через эти тропы зимой и пошли. И такие, как я, тысячи отсюда ушли. Тысячи. Пешком? Пешком, да. Вот через эти горы. Вот так. Это было по горным тропинкам, где коза ходит. Вот так мы шли. Что у тебя было в руках, ты взял. Оттуда пришли бандформирования Остинские. Из Москвы, конечно. И под российскими, за российскими войсками, за танками. Прошли и начали грабить, которые дома были, бедных. Которые говорили, нам ничего не будет. Стариков, женщин. Забирали концлагеря, которые так называемые их. Забирали, в подвалах сидели. А потом меняли. Ингуши тоже, может, кого-то там заложники брали. Потом меняли. Каждого села забирали. У меня жены двух братьев с дома забрали. Семью забрали полностью. Твоих братьев убили, сноху убили. Безвинные люди. Безвинных людей забирали, убили. То есть это были осетины, но не местные, да? Не местные, да. А местные нам, наоборот, помогали. Мой дом сохранили осетины. А где ваш дом? Мой дом. Три дома туда дальше. Видишь? Вон, Юля, видишь? Вон тот остинок. Так. Вон он, который я тебе говорил. Вон, видишь? В черном. Который дом сохранил. Это его вот брат старший. Как бы мой брат он был. Его даже подожгли их дом. Я отец и брат тушили. Ну вот он, я же говорил, он мне говорил. Я, говорит, не могу сохранить, Магомед. Давай, говорит, поселим тебя этих беженцев оттуда, с южной осетки. Бедный мой отец как комендат ходил. Днем спал, а ночью ходил. Вот, видишь? Проверял? Сохранял. Вот эти три дома они сохранили. Они... Ага, ага. А так он наверх не успевал. Они тоже его караулили. Кто поджигал дома, они отца моего караулили. Если он наверх прошел, значит сюда можно. Поджигали, иди поймай. Он через лес зашел, иди, кого поймаешь? Зачем они это делали? Спроси. Нормальный человек бы такого не сделал. Вот он сохранил. Я уже, когда уже в Ингушетию попал, он мне говорит, Магомед, я не могу сохранить ваш дом, говорит. Местные заезжие приезжают, поджигают дома, говорит. Грабят, увозят. Можно я тебя в твой дом поселю? Беженцев тоже оттуда. С Южной Осетии, которые беженцы, даже много здесь было. Ага. Вот он поселил две семьи у меня. И вот за счет этого сохранился. Мой дом сохранился. Село стало как мертвый городок. Вот они стали возвращаться, и я опять ожил в село. Мы вернулись в 98-99 году. Первый вернулся мой сосед, Мурат там один, Цицкий. Потом за ним потянулись другой, третий, четвертый, пятый, десятый. Дома разграблены. Ничего во дворах нету, ничего нету. Они сами, Остины, которые здесь, сами тяжело выживали. Мы когда приехали, у нас тоже никакой работы нету, ничего нету. Мы ели выживали тоже тогда. А в других селах вообще не пускали. С плакатами выходили. Есть которые, здесь вот, действительно есть которые. Которые говорили, нет, не будут ингуши возвращаться. Гражданская война будет, если вернутся ингуши. Здесь ингуши трогали, ни одного человека не трогали. Да мы и не знали, что война... Даже не обидели. Говорили, что ингуши знали, что война будет. Или стрельба началась. Или еще что-то было. Смотрите, он как капиталист. Коммунисты к власти придут и раскулачат его. Ну что мешает? Вот эта дорога мешает. Вот эта дорога. Дорогу говорили вперед еще раз. А, да? Вот так будет она напрямую идти. Это, прикиньте, зимой снег выпадает, а детям как в школу идти. Вон куда в школу надо идти. Тротуары нет. А, и они все идут вот в Грузию? По моей же части, да. А эта дорога... Военно-грузинская. А, она ведет прямо в Грузию. Не только в Грузию, за Кавказ. Отсюда, если едешь, ты можешь... Сперва в Тбилиси попасть. Да, в Грузию сперва. Потом Азербайджан, Армения. Можно и Веран, и Верак, и туда вот так ездить. Ага. И все дальнобойщики. И все дальнобойщики так ездят. Эй, эй, Маня, 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 Маня. Матька. Ой, Даня. Я думаю, что он будет, по-моему. У-у-у-у. Осторожно. Маши, маши. М-м-м. Ай. 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 Вот. Астин. Грузин. Астин. Ингуш. Дружно. Всегда и до конфликта жили. И после конфликта, и свадьбы, и похороны. Мы везде, и у них бываем, они у нас бывают. Я чисто говорю по-осетински. Да? Я чисто говорю по-осетински. Знаете, осетински? Ага. Я чисто говорю по-грузински. Вот этот, который умер парень, Роберт, он по-ангусски говорил с нами. Ну, мы жили как одна семья. Прятались наши пацаны. Ага. Просто прятались. А этот Астин взял их и сдал. Боевикам. Ее забрали. Они в концлагерь просидели немножко. Там на кого-то поменяли. Ну вот, а все равно отношения... Правда, его семья уехали отсюда после этого. Наверное, стыдно стало. А, уже здесь не было. Да, уже не живут. Что теперь? Он сам, наверное, себя потом убивал. Ну да. Сам страдал от этого. Особенно в маленьком селе. Это же навечно остается эта память. Всегда остается. Угу. Она передается. В любом случае передается. Я не знаю, как в России, а у Кавказцев это не забывается. Это остается на всю жизнь. И на следующую. И хорошее, и плохое. На всю жизнь остается. Вот. Без камня? Это камня. Камень собираю, я теряю. Сейчас покажу. На продажу. На продажу. На продажу. Рядь. Рядь. А это уже старинные постройки, где, когда раньше они жили, вот. Ингуши вот так, как эти жили. Вот дома. Вот эти, это жилые комплексы были. Угу. А эти боевые башни. Они вот так. Трехэтажные, четырехэтажные они были. Когда война была с кем-то, все люди прятались сюда и оттуда вот оборонялись, отстреливались. Это боевые башни. И вот каждое, это родовые поместья были. Фамилия, например, Аздоевых там. На других, третьих, четвертых там. Это все башни комплексы. Они на каждое тип жили, по типу жили они все. Ладно, я не хочу. Давай, давай. Я спросил. Я спросил. Я спросил. Здесь для чего это делать? Может быть, ну ладно, там. Давай стакан. Не, не, спасибо. Игуши основали это все. Вот эти земли были. Это была Чечена. Нет, я сперва была Ингушка. Ингуйская автономная республика. Это была вот эта. А в сорок четвертом году, когда Ингуши выслали, Астинов тоже с ГО оттуда начали заселять и заселять в Ингуйские дома. В пятьдесят шестом году начали вернуться. Начали. Реабилитировали. Начали возвращаться. Грузины оставили Ингуйские дома. Ушли. А Астинов не захотели оставлять. И говорят, мы здесь прожили, столько времени мы не отдадим. Потому что им власть запрещала уходить. Они хотели уйти. Многие Астинов хотели покинуть. Власть предупреждала, если вы уйдете или продадите Ингушам, мы ваши дома сожгем. Страдает тоже много очень, что Ингуши есть, что Астинов, которые не хотят этого конфликта. Не хотят. А власть к этому подводит. Подводит. Она в любой момент может. Ага, сейчас мы отдадим Ингушам землю, Астинов поднимут. Или Астинов скажет, возвращайте землю, Астинов поднимут. Это карта, которая в любой момент может разыграться опять властью. Разделяю властью. Разделяю властью. Вот и все. Кабардино-Балкария. Балкарцы выслали, кабардинцы оставили. Конфликт. Карачаево-Черкесия. Карачаевцы выслали, Черкесия оставили. Конфликт. Ингуши выслали, Астину оставили. Конфликт. Чеченов выслали, Дагестанцы оставили. Конфликт. Они потихоньку тлеют. Потом раз. Дровишки подхинут. Раз. Загорелась, когда необходимость в этом месте. А, да, да. Я помню эту рушку. Майские, чтобы вот так, майские, со снегом было. Давно у нас не было. Я не помню. Когда мы маленькие бывали, на парад. Я помню, на 9 мая снег пошел. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok вылезь быстро а вы кто вы осетинка я щетинка до замужем за метиста у него мать была грузинкой отец вырос в грузинской семье но с армянской фамилию так армянины грузины стиль вот у нас такой целый анекдот дома но приезжали к нам южанцы здесь же половина села грузины даже не то что половина большинство грузин и южанцы пытались здесь поменять дома даже приезжали село на село хотели поменять смысле поменять приезжали с южной осетии и давайте село на село поменяем вы туда переезжайте домами обменялся а мы горд сюда но наши никто не согласился но вот мы здесь выросли здесь жили ничего правительство тогда правда у нас собрание было большое правительство сказала космол если что кто-то к вам будет грузинам тогда были такие что даже по городу ходили забрасывали в грузинские дома листовки всякие что типа уехали но в городе тоже не большинство не уехала что села вообще никто не встал не уехал вот так вот думаю конечно это тоже работа то посадил это посадил это тоже прибавление конечно бюджету да вот свое что-то иметь а что вы выращиваете картошку здесь фасоль весь кукурузу здесь будет капуста ну капуста морковка свекла ну все что в селе в хозяйстве нужно если я все буду покупать это нам картошку поди купила 80 90 рублей свежая картошка куда килограмм а у меня сейчас семье нас в семье за знук в армии 8 человек с ним бывает 9 и масло и молоко и но все что молочное все подорожало что еще продолжала рыба 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 которая завозная то подорожала а что не подорожала что не сказали мента играть или что-то такое короче вот это вот то что у нас добывается типа она не подорожала ага короче все и мясное мясо тоже в разы подорожало вот даже вот сейчас то что идет сейчас на украине и все это да вот мы здесь мой внук в российской армии я как могу быть против чего-то или как-то конечно россия мне нравится политика в том что он поднял престиж россии вот это мне нравится его политика то что престиж россии поднялся тут разговора нет вообще ну а стоит это того что вот что столько людей погибло ну да ну вот в это время вот уже когда 21 века это конечно это не должно быть кому-то это на руку наверно кто-то раздувает вот это кому-то на руку но вообще не должно быть на самом деле не должно вот как вы сами думаете среди всяких народов бывает такой даже брат братом не сходится а чё тут национальности то с этот вот эти вот конфликтные стороны когда всю жизнь они всю жизнь были всю жизнь притязание на земли на это на всю всю жизнь были а зачем вот если вам здесь хорошо живется зачем какая разница я буду северная сеть она будет называться грузия на будет называться ингушетия или как если мне здесь комфортно и хорошо я не понимаю для чего вот это вот если тебе комфортно вот как раз мы уже родственники они живут в тбилиси а родные его сестры живут в тбилиси вот сейчас когда начался вот этот конфликт между украиной и россии они значит там вы же знаете наверное из этот что грузия поддерживает украину на и там телевидение там информация такая все идет что вот россия виновата россия напала россия этот и они оттуда во нам звонят у меня муж такой злой на меня со мной не разговаривайте на эту тему я живу в россии вот живу в россии для меня россия лучше всего мой внук сейчас в армии там где я работаю там где я кормлюсь вот это моя родина а меня не интересует ни грузия них украина горта статью я пока я за россию и полностью говорит за путина вот тут у меня муж вот такого такого взгляда дело в том что там информация такая вот какой они информацию слышу вот то они воспринимают там же сейчас много беженцев с украины они год ходят с этими флагами украинскими цветами вот разрисованы ходят и лозунги подают что вот за украину за этот все то что слышат они говорят а у нас информация другого мы же здесь получаем другую информацию они другую информацию поэтому них дезинформация так думаю что и вот когда мы им объясняем что все не так но они опять телевидение включают опять телевидение у них совершенно другое мне это не нравится то что сейчас вот творится мне это не нравится что будет дальше не знаю что это не знаю что это не в чем-то она не пользуется не знаю но Субтитры создавал DimaTorzok